Они курируют часть строительных объектов на территории Котласа, заказчиком которых выступает город. Они проводят аукционы по закупке товаров, работы услуг для всех муниципальных учреждений Котласа. В их зоне ответственности – торгово-ярмарочная деятельность. Они координируют на территории города мероприятия по охране труда. И, конечно, большой блок работы – это проекты по поддержке малого и среднего бизнеса. Все это – Управление экономического развития администрации Котласа. 15 высококвалифицированных сотрудников под руководством начальника управления Владислава Заборского. Владислав Николаевич, январь – еще месяц, который позволяет нам подводить итоги 2015 года. И вот рассматривая результаты прошедшего года, какой из проектов, которые ведет ваше Управление экономического развития, вы бы выделили как основной, как главный, как самый такой успешный? Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры является одним из основных направлений деятельности Управления экономического развития. И как раз из тех проектов, которые мы реализовали в 2015 году, главным я бы назвал строительство детского садика «Незабудка» по улице Портовиков. Я помню, тогда ситуация была не совсем простой, как может показаться. Сроки были сжатые. Нужно было не только построить объект, нужно было получить все необходимые лицензии на учреждение, чтобы открыть. Я знаю, что удалось это сделать только благодаря тому, что вы очень грамотно, профессионально, так скоординированно сработали, в том числе и с Комитетом по образованию. Вот расскажите немножко, хотя приоткройте, что же вы такое делали? Ну, почему я этот проект и назвал главным в 2015 году? Потому что объект был очень сложным. Здесь работала, конечно, большая команда над его реализацией. И это показывает, чего могут достичь люди, если они объединены одной целью. Объект по стоимости был очень большой, порядка 180 миллионов рублей. И надо было его реализовать за два года. Данный объект был сложен тем, что это не просто, вот мы его построили, и он стоит. На него ходят, все смотрят. Этот объект, он строился для детей, для большого количества детей. Соответственно, там должны были быть соблюдены требования по безопасности и так далее, и тому подобное. Сложно было в плане сдачи. Сроки стояли очень сжатые, и контракт заканчивался к 1 сентября 2015 года. Сложность заключалась в том, что нам пришлось в корчащие сроки проводить пусконаладочные работы. Но мы этого добились, постоянно держали на контроле строительство. Например, у нас по одним поставкам оборудования, игрушек и так далее, было 11 контрактов. Сейчас, наверное, такой же важный объект – это новый детский сад, который должен открыться в марте этого года, да, в бывшем здании дома ребенка. Там каковы перспективы, как вы вообще смотрите на то, как там сейчас этот процесс идет? Данный проект ведет управление по социальным вопросам администрации. И наше управление этого проекта не касается. Коллеги из управления по социальным вопросам, конечно, были бы рады, чтобы мы с ними поработали, потому что у нас есть уже положительный совместный опыт по строительству детского садика. Но, я думаю, в ближайшее время мы с ним еще поработаем в одной команде, так как впереди у нас строительство новой школы в Южном микрорайоне. Насколько, скажем так, высока готовность к началу строительства по проектной документации, по изыскательским работам, по всему? Самое главное, что касается школы, для того, чтобы войти в федеральную программу по строительству школы, необходимо иметь проект, который должен быть включен в единый госреестр таких проектов. Мы хотим взять за основу проект школы, которая сейчас заканчивается, строится в Урдоме. Этот проект сейчас находится на рассмотрении в Москве для включения его в этот реестр. На данном этапе над этим вопросом работает правительство области, и у нас будет информация, включен данный проект или нет в этот реестр в начале февраля. Как только у нас появляется информация о том, что проект мы можем взять для реализации, мы начинаем им уже более плотно заниматься. Сейчас у нас уже проведены подготовительные работы, закончились изыскания по земельному участку, сейчас готовится отчет по этим изысканиям. У нас уже есть понимание, как этот проект переработать под те нужды. Для колоса? Да. Если все получится удачно, то мы, думаю, что приступим в этом году уже к строительству. Я знаю, что ваше управление ведет и дорожные объекты. Объекты. Прошлый год, он, конечно, для многих котлашан отмечен таким хорошим, важным событием. Это в копилку новых дорог у нас добавилось еще участок дороги на 70 лет октября. Что в этом году? Какие планы и какие возможности? Если мы говорим о новых проектах по строительству дорог, сейчас у нас в планах три новых автодороги. Первая автодорога – это Восточное шоссе. Некоторые называют его еще объездной автодорогой. Буквально сейчас проходит аукцион по определению подрядчика, кто будет строить эту автодорогу. Четыре заявки. Если все сложится удачно и не возникнет никаких форс-мажоров, то эту дорогу мы начнем строить уже в этом году. Окончание строительства – это конец 2017 года. Кроме этого, два проекта, которые у нас находятся в разработке – это очень нужная для города дорога по улице Ушинского. Она сейчас находится на госэкспертизе в Архангельске. И, кроме того, сейчас заканчивается разработка проекта автодороги по проспекту Мира. В 2015 году финансирование было какое-то на новый дорожный объект? Или это все-таки средства только инвесторам? Были небольшие. Если мы говорим про новый участок дороги, то здесь инвесторам, застройщикам выступили структуры Андрея Васильевича Палкина. То есть мы можем говорить о том, что и без бюджетных вложений вполне возможно в этом году стартануты другие дорожные объекты за счет средств инвестор? Да, стартовать они могут, но в любом случае надо понимать, что город будет нести обязательства по этим объектам. Хотя это один из тех вариантов, которые мы сейчас используем. То есть это строительство объекта со строчкой платежа. У вашего управления, у наших застройщиков есть ли на сегодня потенциал, чтобы дальше проводить реализацию программы переселения заваренного фонда? Потенциал, безусловно, есть. У нас есть опыт реализации этой программы. У нас в городе есть застройщики, которые могут и готовы строить такое жилье. Вопрос именно в продолжении данной программы. Она вообще действует до 2017 года, состоящая из нескольких этапов. Мы свои этапы закрыли. Еще есть муниципалитеты, в том числе и город Архангельск, которые продолжают работать еще и завершать эту программу. Ну и дальше уже, я думаю, что на уровне федерации этот вопрос будет рассматриваться, чтобы продлить, либо какую-то запустить новую программу по переселению из ветховарийного жилья. Но здесь будет зависеть, я думаю, что очень многое и от области, как они завершат данную программу, которая рассчитана до 2017 года. Мы строить готовы. Еще одно из направлений, которое ведет ваше управление экономического развития, это работа с программами поддержки предпринимателей. Там же очень много направлений, и не первый год это занимается город в том числе. Вы привлекаете областные средства, вкладывает местный бюджет в поддержку. Вот расскажите, сколько проектов вы поддержали в 2015 году, и что это за проекты были? У нас 15 победителей по разным направлениям данной программы. К сожалению, сейчас сокращаются бюджеты, и в том числе сокращается бюджет и на поддержку малого и среднего предпринимательства. Область в 2015 году получила софинансирование с федерального бюджета в меньшем объеме, чем в 2014 году. На 2016 год уже есть информация, что будет еще меньше средств. Но, тем не менее, мы участвовать в данной программе не отказываемся. Сколько возможно средств привлечь, и мы их привлекаем все в полном объеме. По 2015 году было привлечено 1 млн 612 тыс. рублей, хотя это почти на миллион рублей меньше, чем было в 2014 году. И таким образом, мы в целом, общий размер субсидий в 2015 году, которому предоставили малому и среднему бизнесу, состоял 2 млн 175 тыс. рублей. Основное направление по субсидированию, во-первых, это начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, так называемые стартапы. Какие вы стартапы поддержали в 2015 году? В 2015 году мы поддержали 6 проектов. И что самое интересное, все 6 проектов оказались уже действующими бизнес-проектами. То есть мы, получается, давали деньги не просто под проект на бумаге, а мы уже могли его даже посмотреть. То есть это проект по созданию киностудии в городе Котласе. Был проект по прокату детских игрушек. Это тоже уже действующий проект. Кроме того, мы поддержали предпринимателей, которые занимаются семейной парикмахерской, владельцы спортивного клуба, автомастерская и проектная организация. Сейчас идет сокращение бюджетов, да, и федерального, и региональных, и местных. Не случайно и президент страны, и наш губернатор говорят о том, что и на первый какой-то план выводят именно значение бизнеса. Крупного, и малого, и среднего, да. И, как вы считаете, у Котласа в этом плане есть потенциал? У нас есть бизнес, который готов инвестировать и поддержать таким образом город и его развитие в тяжелые времена? Да, у нас есть предприниматели, которые работают в городе, местные предприниматели, которые никуда не уходят, они продолжают работать, у них остаются рабочие места, они людей стараются не сокращать. Более того, есть ряд предпринимателей, которые выступают инвесторами, приобретается дорогостоящее оборудование в городе, открываются небольшие мини-производства, то есть люди, они все равно работают, потому что есть даже ряд предпринимателей, которые стоят на том, что для них лучшая поддержка – это просто не мешать им работать и развиваться. Вы готовы как с ними работать? Мы готовы работать. Мы готовы работать по любым формам поддержки и даже по такой, как не мешайте нам. Хочу сказать, что город продолжает оставаться местом интересным для жизни, потому что последние статистические данные говорят о том, что у нас зафиксирован рост населения в городе Котласе. Последние данные у нас, конечно, есть только за 9 месяцев 2015 года, но, тем не менее, они показывают о том, что у нас есть естественный прирост населения, мы одни из четырех муниципалитетов в области, которые показали положительный результат, то есть число… Родившихся больше, чем умерших. Число умерших в 2015 году, и также зафиксирован за 9 месяцев у нас миграционный прирост, то есть количество прибывших на постоянное место жительства людей больше, чем количество выбывших из города. Поэтому мы будем работать и делать все, чтобы наш город был еще привлекательней, качество жизни было выше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!